В эфире новости губернии. Здравствуйте, в студии Татьяна Потоцкая и Руслана Шуков. И сначала коротко о главных темах выпуска. Город замедленного действия. Как будет развиваться Чапаевск? Какие требования выдвинул местным властям губернаторы? А также о моде на здоровый образ жизни в некогда самом проблемном городе области? Расскажем в выпуске. На высокой скорости к всеобщей информатизации быстрый и доступный интернет придет в самые отдаленные районы региона. Страна требует. Создаются пункты отбора на службу в армию по контракту. Кому по силам выполнить госзадание и где в Самарской области можно отдать долг родине? Мы узнали. В Тольятти сегодня стартовал запуск производства дорожной версии «Лады Гранта Спорт». По словам руководства «АвтоВАЗа», машина взяла лучшие черты от оригинала, при этом технические характеристики улучшились в разы. Двигатель уже не 80, а 120 лошадиных сил, плюс спортивная подвеска и разгон до сотни всего за 9,5 секунд. Первый автомобиль отправится к дилерам уже завтра. Для него обещали подготовить специальный тест-драйв. Кроме того, для испытания обещают привлечь лучших автогонщиков. Продажи спортивной «Гранты» стартуют уже этой весной. Цена 443 тысячи рублей. В 2013-м планируют выпустить около 800 экземпляров. Дальше все будет зависеть от спроса. Отметим, что обычные «Гранты» вот уже 5 месяцев занимают позицию самого продаваемого автомобиля в России. Выпуск спортивной версии реализовали в ускоренных темпах. Губернатор Самарской области отметил, что благодаря совместной работе государства и бизнеса «АвтоВАЗ» активно модернизирует производство и выходит на новый виток развития. Существенно в 3-5 раз ускорились процессы, связанные с выпуском новых моделей. Все это можно считать показателем эффективности завода, у которого есть все необходимое, чтобы встать в один ряд с ведущими автоконцернами мира. Еще год назад здесь все было совершенно по-другому и за короткий промежуток времени мы видим колоссальную работу, которая проделана. И мы видим новый цех, он уже наполнился жизнью. Это очень важно. Очень важно, что сегодня мы даем жизнь новому производству. Даже тяжело себе представить, что достаточно короткий срок, было сделано очень многое и доведена до ума и машина, и очень много было сделано в плане модернизации, подготовки, производства. Данное событие также очень важно, особенно для любителей спорта, тех, кто любит динамичную, быструю езду, потому что коллеги, инженеры, наши партнеры, все хорошо потрудились и сегодня представляют очень хороший автомобиль. В Самаре по подозрению в совершении похищения человека задержан бывший министр транспорта и автомобильных дорог региона Борис Ардалин. Об этом сообщает официальный сайт следственного управления по области. Речь идет об уголовном деле, возбужденном еще в 2011-м. Тогда в гаражах в Октябрьском районе города неизвестные надели на одного из самарских адвокатов наручники, вывезли в неустановленную местность, показали ему могилу, якобы вырытую для него, а затем отпустили. И вот теперь следователям удалось установить причастного к этому преступлению. По их версии это Борис Ардалин. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о помещении его под стражу. Областная прокуратура совершенствует систему антикоррупционной работы. В первую очередь речь идет о проверке документов, которые принимают в регионе. Под пристальным вниманием бюджетное и налоговое законодательство, земельные и имущественные отношения, тендеры для предпринимателей. Статистика показывает, в этих сферах каждый 16-й правовой акт содержит факторы, способствующие коррупции. Лазейки, которыми могут воспользоваться недобросовестные чиновники в корыстных целях. Граждане и организации должны чаще инициировать проверки госорганов на наличие коррупционной составляющей, считают прокуратуре. Выступать инициаторами должны и независимые эксперты. Их при ведомстве 35 человек, но проявляют они себя недостаточно активно. В 2011 году информации от лиц, зарегистрированных в качестве, аккредитованных в качестве независимых экспертов, в прокуратуру области не поступало. И в 2012 году, буквально в самом конце, поступило у нас одно заключение от независимого эксперта. Комиссариат региона надеется в три раза увеличить количество контрактников. Об этом сегодня сообщил военком Александр Даньшин. В 2012 году на такую службу приняли более 300 жителей Самарской области. В этом году страна требует еще. Желание профессионально отдать долг родине проявили уже 6 тысяч человек. Отбор сумели пройти пока 230. В этом году набор будет значительно больше. Даже по тому лимиту, который наряду, который дали, если так брать, то если у нас на прошлый год было по порядку 400 человек, то на этот год у нас было 945 человек. Также стоит задача укомплектовать контрактниками 15-ю миротворческую бригаду в поселке Рощинском. Туда требуется еще полторы тысячи человек. Набор ведется в 29 регионах Центрального военного округа, в том числе в Самарской области. Кандидатам в миротворцы особое требование, ведь задание может быть в любой точке мира. Даже преподавание ведется на английском языке. Это тяжело дается, потому что когда они будут выполнять задачу в составе ООН, там естественно, что все это будет, это возможный языковой барьер. На контрактную службу могут претендовать мужчины до 45 лет, отслужившие по призыву среди требований отменное здоровье, образование не ниже среднего, нет судимостей. Зарплата от 18 до 25 тысяч рублей. Бесплатное жилье и питание. На все эти прелести армейской жизни могут просчитывать и женщины. Опасные продукты попали или нет на самарские прилавки. Эксперты гадают. С 11 февраля введен запрет на ввоз в Россию мяса из Америки. Всему виной стимулятор роста рактопамин. Вещество обнаружили в мясе свиней, говядины и индейки. Для животных добавка не опасна, а вот человеку может нанести серьезный вред. Чем заменят американскую свинину и говядину, подражает ли от этого отечественное? Алена Алешина разбиралась, кто выиграет. Запрещен в 160 странах. Среди них теперь и Россия. Стимулятор роста рактопамин стал причиной полного запрета на ввоз мяса из Соединенных Штатов. Добавка, которой американские фермеры кормят коров, свиней и индейок, как выяснили специалисты, опасна для человека. На сердце влияет, в общем-то, сердечно-сосудистые заболевания вызывают, насколько я помню, и заболевания почек. Есть ли вредная добавка в мясных брикетах, колбасе или сосисках из супермаркета? Покупатель не знает. О владельцах торговых сетей происхождение мяса вообще не волнует. Главное, чтобы документы были в порядке. Свежее и натуральное, так и о своем мясе открыто заявляют только фермеры, которые сами стоят на рынке. Александр Петров торгует мясом больше 20 лет. В хозяйстве с десяток бычков. Кормит зерном да травами. Никаких искусственных добавок. Хотя бизнес, говорит, нынче не выгоден. Если бы корма, конечно, подешевле были, то бы и мясо больше вырабатывали бы. А то колхозникам очень трудно сейчас выращивать. Нишу, которую занимала американская продукция, а это шестая часть всего импорта, могли бы занять отечественные фермеры. Но за место на рынке придется попотеть. Зачастую крупные мясокомбинаты предпочитают работать с зарубежным сырьем. Проблем, говорят, меньше. Не все мясо отечественного производства соответствует высоким требованиям, предъявляемым нашей компанией, нашими технологиями к данному сырью. Поэтому часть мы закупаем у ведущих зарубежных производителей. Запрет на вредное мясо. Мера не только санитарная. В условиях ВТО теперь придется серьезно конкурировать с импортом. А для этого нужно создавать комфортные условия. Не для чужих, а для своих фермеров. Алена Алешина, Сергей Павлов, Александр Дмитриев. Новости губернии. Коммунальные тарифы, по которым платят жители Чапаевска, пересмотрят. Город получит федеральные деньги на решение экологических проблем. А с безработицей будут бороться самым прогрессивным путем. Открытием новых рабочих мест. О будущем некогда самого проблемного города области глава региона Николай Меркушкин говорил напрямую с жителями. Никакой предмодерации. Все показали в прямом эфире нашего канала. Напомню, это уже третья встреча. В таком формате уже были Тольятти, Жигулевск. В Чапаевске все прошло куда более мирно. Впрочем, и без повышенных тонов и обвинений в адрес местных властей стало понятно. Проблем хватает. Сергей Дрожевкин. Обо всем по порядку. То, что в городе событие, понятно, сразу наводит чистоту. Говорят не только потому, что завидели нашу камеру. В каком поводу? Вообще, мы убираем город. О визите Николая Меркушкина стало известно накануне. Горожане, те, что не разъехались на работу в Новокуйбышевск и Самару, направились в ДК. На улицах опустело. Задолго до начала собираются люди. Они называют себя предпринимателями. Уличные торговцы. Решение о закрытии стихийных рынков им ножом по сердцу. Этот рынок построили. Нам там стоять. Мы там будем стоять. Ну, просто так. Аналоги повышают. Потом нам не на что будет жить. Работы в городе нет у нас. Работы нет. На встрече с губернатором они одни из первых у микрофона. Рассказывают, 400 человек остаются без работы, а новый крытый рынок чуть ли не за городом. Нужно прийти к золотой середине, считает губернатор. Выгодная торговля на крытых, удобных рынках. Есть порядок, есть чистота, есть санитарные нормы, которые можно следить. Это очень важно. Очень важно. Поэтому давайте в том числе вместе с вами, кто работает на рынках, шаг за шагом к этому идти, но быстро. Медлить нельзя и в борьбе с безработицей. Уже в планах совместные с немцами предприятия. Это порядка двух тысяч новых рабочих мест. Но вообще инвесторы пока пугаются самого слова. Чапаевск. Здесь тоже будет помощь, обещает глава региона. По федеральной программе придут деньги на борьбу с экологическими проблемами. О них ходят легенды и снимают фильмы. В апреле 2008 года газеты взрываются с сенсацией. Николай Малахов, мэр небольшого приволжского городка Чапаевска, предлагает ликвидировать город. А 73 тысячи его жителей переселить. В 2008-м предложение раскритиковали тогдашний мэр. Ушел в отставку, а город понял, нужно жить дальше. Впрочем, не экология, не славное засекреченное прошлое. В 21 веке жители Чапаевска волнуют куда более простые вещи. Вот, например, в прошлом году сгорел ларек. И мало того, что продуктов не купишь по мелочи, так еще и некрасиво, как-то депрессивно. Все-таки находится он на остановке общественного транспорта. Люди бывают здесь каждый день. Кстати, к слову, общественного транспорта, такого нормального, с сезонками и проездными, в городе уже давно нет. Жалуются чапаевцы и на тарифы ЖКХ. Утверждают, в Самаре платят меньше. В Самаре 6,84, в Чапаевске 13,02. Мы писали в разные инстанции. Возьмите письмо. Хорошо. Давайте, мы посмотрим. По тарифу мы разберемся. И по честным тоже. Несмотря ни на что, здоровый образ жизни в Чапаевске в моде недавно отреставрировали единственный в городе спорткомплекс. Пока велись работы, проект стал не современным и не по масштабам. Например, в бассейн очереди по месяцу. Николай Иванович, вы посетили наш спортивный комплекс, в частности, бассейн. Вы как бы счастливый человек. Мы бассейн жителей города Чапаевск посетить не можем. Глава региона обещает помочь. Бассейны нужно строить, как и ледовые дворцы, о которых в городе и не слышали. Если есть площадка, можно очень быстро. Мы сейчас вот с электрощитом, с заводом, они делают нам проекты, насколько возможно удешевить за счет их конструкций. И мы будем делать большой заказ сразу где-то на 15-20 ледовых дворцов. В том числе будем планировать обязательно в Чапаевске. Пока непонятна ситуация с завершением жилищных программ для ветеранов и молодых семей. Также в этом году губернатор обязал закончить с газификацией. Сотни домов в частном секторе до сих пор этого лишены. Сергей Дрожевкин, Александр Каракулько. Новости губернии. Чапаевск. За реставрацию исторического центра Самары возьмется компания из Санкт-Петербурга. Пока с правительством региона достигнуты лишь предварительные договоренности. Но гости из северной столицы настроены решительно. Проект представили на первом всероссийском форуме. Земля – недвижимость, который проходит в эти дни в областном центре. Все намерены сохранить культурные наследия, но займутся не только памятниками архитектуры, а в целом комплексным развитием. На это потребуется 3-4 года. Компания уже принимает участие в создании историко-туристического кластера. Все это можно сделать оперативно в режиме. Сразу же выработать концепцию и предложить ее на рассмотрение в разные варианты. Чтобы уже подключились все заинтересованные лица и общества, и инвесторы. Вот эта территория, она исторически бесценна. Если ее грамотно подать, то здесь можно развиваться, развиваться и развиваться. Во второй день форума работу организовали по секциям. Также было подписано соглашение о сотрудничестве Самарской области с Карачаевой-Черкесией и Краснодарским краем. Напомню, вчера на открытии такой договор подписали сразу 8 регионов. Я вот уже в твиттере написала. Утро началось с того, что сотрудники отеля экстренно расширяют аудиторию. У нас... Вот я такое видела только в Сочи на экономическом форуме, когда люди стоят в проходах. Это только подтверждает правильность тем, которые сегодня. У нас очень много людей. И те, кто в коридоре, это те, кто не поместились. Продолжаем выпуск. Жители самых глухих деревень получат интернет скоростью не ниже 2 мегабит в секунду. А в детских садах станет больше мест для малышей. Региональный кабинет министров принял программу действий правительства на 2013 год. Документ объемом в 67 страниц четко определяет векторы развития всех ключевых отраслей. С подробностями Евгений Солей. Повышение эффективности экономики, жилищное строительство и ЖКХ, развитие транспортной инфраструктуры, агропрома, социальной сферы, туризма, контроль за муниципальной деятельностью в программе действий правительства Самарской области на 2013 год определён самый широкий круг задач, охватывающий все жизненно важные для региона сферы мероприятия, призванные значительно повысить уровень благополучия жителей губернии. Самый важный тот документ, который мы отрабатывали в виде решения постановления правительства, это послание губернатора. Очень ёмкий документ, который охватывает все стороны нашей жизни. Та критика, которая сегодня звучит, значит, в адрес развитии нашей территории, она действительно имеет место. И те задачи, которые ставит сегодня губернатор перед нами, они, надеемся, позволят для того, чтобы жить на нашей земле стало немножко и лучше, и легче. Реализация программы действий, основанной на послании губернатора, предусматривает конкретные сроки исполнения. Финансирование каждого мероприятия пропишут в рамках отдельных документов. Только по программе ликвидации очередности в дошкольные учреждения на строительство детских садов предусмотрено 2 миллиарда рублей. Шесть новых зданий для малышей построят уже в текущем году, что сократит очередь на 840 человек. По каждому мероприятию определены конкретные сроки выполнения, запределены конкретные исполнители. Хочу обратить внимание на то, что будет осуществляться жёсткий ежеквартальный контроль за ходом выполнения программы действий. В распоряжении установлены сроки предоставления контрольной информации. Первый отчёт мы с вами должны подготовить уже по итогам первого квартала. Многие из мероприятий, озвученные в послании губернатора Самарской области Николая Меркушкина, уже осуществляются. В программе за год предстоит выполнить 241 мероприятие. Сегодня же на заседании областного кабинета министров была принята программа, благодаря которой узнавать и делиться информацией скоро смогут и жители даже самых удалённых уголков Самарской области. Услугами связи будут обеспечены 127 сельских населённых пунктов, 11 тысяч домохозяйств. Получат доступ к сети интернет на скорости не менее 2 мегабит в секунду. Евгений Салей, Андрей Кривопалов, новости губерния. С глаз долой или ещё раз о профилактике, напоминают офтальмологи накануне Всемирного дня борьбы с глаукомой. От этого коварного недуга каждую минуту в мире слепнет один человек, причём к врачам, как правило, обращаются слишком поздно. Как не потерять одно из главных чувств, узнала Алёна Алёшина. Александра Фёдоровна приехала в больницу Ярошевского из Волжского района. Местный окулист заподозрила у женщины глаукому. Очки пенсионерка никогда не носила, а полгода назад заметила, что стал плохо видеть левый глаз. Стресс и наследственность. Наследственность у кого? У папы. Глаукома. Распознать глаукому может высокоточная техника. Глаз рассматривают в трёх измерениях. Компьютерные датчики фиксируют внутриглазное давление. Его повышение разрушает зрительный нерв и может привести к слепоте. Причём чаще всего пациенты не подозревают о заболевании и обращаются к офтальмологам. Слишком поздно. Любовь Толстошеева дотянула до операции. В диагноз, который поставили в поликлинике, сначала не поверила. Несколько лет за пациенткой наблюдали офтальмологи больницы Ярошевского. А вчера больной глаз прооперировали. Всё хорошо, всё нормально, легко. Хотя я ещё имею много заболеваний таких. Вот я инвалид 30 группы. Но я себя чувствую нормально. Видеть самое главное для меня. Я очень благодарна. Очень благодарна. Спасти от слепоты сегодня могут только в крупных глазных центрах. В год в Самаре оперируют несколько тысяч больных глаукомой. Но обойтись можно и без хирургии. Есть хорошие методики лазерного лечения, которые позволяют или уменьшить необходимое количество препаратов, или в ряде случаев вообще отказаться от закапывания глаукомных капель. Просто периодически проводить это лазерное лечение, которое проводится, кстати, по обязательному медицинскому страхованию, но для пациента бесплатно. Поддерживать зрение помогают дорогостоящие препараты. Получить их по льготе удаётся не всем. Но в последнее время в аптеках появились более дешёвые российские аналоги. И всё же до болезни лучше не доводить, советуют врачи. Раз в три года навещать офтальмолога людям после сорока и каждый год пенсионерам. В группе риска, диабетики и кипертоники, а также все, кто носит очки. Проверить зрение можно бесплатно, взяв направление к окулисту в своей поликлинике. Алена Алёшина, Александр Ерофеев. Новости губернии. И на этом у нас все новости. Впереди вас ждёт прогноз погоды. До свидания. Генеральный партнёр прогноза погоды – Восточный экспресс-банк. В ночь на 28 февраля регион окажется во власти холодного атмосферного фронта, из-за чего температура воздуха резко понизится. В дневные часы столбики термометров покажут 10-15 градусов ниже нуля, местами до минус 20. Облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. На севере и западе области 9-12 мороза, в восточной и южной части региона минус 8-12. В Самаре ночью 14-16 мороза. Ясно. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. В дню в Самаре и Тольятти 8-10, ниже нуля облачно. Возможен снег, местами гололедица. Успеете на распродажу! Только с 25 февраля по 2 марта кредиты по специальной цене. Во всех отделениях Восточного экспресс-банка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok